Иллюстрация для военно-исторических реконструкторов и любителя военной истории человечества Часто так происходит, что возникает желание приобрести и раскрасить модель солдатика, а информации об той или иной эпохе у тебя не хватает, и приходится тратить много времени на поиски нужных иллюстраций. Порой нужную информацию находишь уже тогда, когда работу уже закончил, и остается неприятный осадок на душе от того, что мог бы сделать модель лучше. На канале я запускаю серию видеороликов, в которых будут выложены картинки, и каждый сможет поставить видео на паузу, разглядеть любую из них и использовать как наглядное пособие для правильной окраски солдатиков или при создании конверсий. Все использованные в ролике картинки, а также сотни других иллюстраций по различным тематикам вы можете посмотреть и в моих группах ВКонтакте и в Одноклассниках. Ссылки на них я дам в описании к этому видео. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Куликовская битва, 1380 год. Русские воины. Тематические картинки. Князь Дмитрий Иванович, будущий Донской дум, думает. Он принимает нелегкое решение вывести Московское княжество и Северо-Восточную Русь из-под власти Орды. Для поднятия авторитета этого мероприятия и для обретения решимости в его осуществлении князь едет к авторитетному православному отшельнику Сергию Радонежскому. Сергий благословляет Дмитрия Ивановича на войну за независимость. Войско выступает в поход. Собраны огромные силы для тех лет. Современные исследователи оценивают Московское войско в 6-10 тысяч человек. Это данные исследователь Олега Двуреченского, ведущего специалиста в данном вопросе. Благодаря его изысканиям было найдено место Куликовской битвы и более 200 археологических находок на нем. Ссылку на научные исследования я дам в описании к данному видео. Выбор места битвы. Дмитрий Иванович меняется доспехами с боярином Михаилом Бренковым. Войско готово к битве. Идут татары. Русские ждут. Перед ратьями остался один перестрел. То есть около 115 метров. Это эффективная дистанция стрельбы из лука. Войска остановились. Из войска Мамая выезжает лучший воин Челубей. Он вызывает на поединок русского бойца. Вызывается постоять за честь в тей рате Инок Пересвет. Сшибка. Оба бойца погибли. Но Пересвет выбил из седла врага и доехал до своих. То есть победил. Начинается битва. Русские идут в решительную атаку. Сеча. Левый фланг русских попятился. И это вот-вот приведет к поражению всего войска. Но у русских есть еще засадный полк Боброка. Боброк долго выжидал решающего момента. Засадный полк идет в атаку. Татары не выдерживают натиска свежих сил и бегут с поля боя. Победа. Ищут князя Дмитрия среди погибших. Находят раненого князя. Русские хоронят павших товарищей. Возвращение домой с победой. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарю. Жми сюда и смотри интересные видео. Не забудь поставить лайк. Подписаться на канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова